Продолжение следует... 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 Но, естественно, на таком мероприятии, в таком событии нельзя не начать с приветственного слова Владыки Вениамина, с его благословения, епископа Рыбинского и Угольчества. Пожалуйста, Владыка. С праздником хочу поздравить, с праздником, начавшимся в честь явления юрской иконы Божьей Матери. Я считаю, что то событие, ради которого мы собрались, уже нас вводит в эту атмосферу воспоминаний и празднований этого события. Виталий Владимирович сказал, что это видео было одной самой важной, самой значимой в нашей округе. И хочу тоже несколько слов напомнить о том, что 400 лет назад, 1615 год, из Псково-Печерского монастыря Старец Дорофей, подвижник, прозроливец, молитвенник, которому там люди, приходящие, постоянно обращались за молитвной помощью. Идет по повелению Божьей Матери сюда, в родные края. Его сила был в Нижненикольской, возле города Малоги. И вот, пройдя Рыбную Словоду, он останавливается в слиянии Белой Юги в Черную Югу. И Матерь Божия указывает ему место его дальнейшего пребывания, его молитвенных подвигов. И он продолжает, понимает, что нужно оставаться здесь, строить часовню для иконы. Естественно, к нему приходят люди, он рассказывает об этой иконе. И эта икона, через эту икону Матерь Божия, совершает множество чудес, исцелений. Ну а главными чудесами для города Рыбинска это избавление от моровой язвы в 1644 году и следующее столетие. Сегодняшнее издание, думаю, что многим напомнит о заступничестве Божьей Матери и то величие, которое имело это обители, те подвижники, которые пребывали. Можем сказать еще одну историю, что именно Софийский монастырь получил начало от той общины, скажем так, изначально от старца Андриана Юрского, который тоже подвязался в Юрском монастыре уже через какие-то годы. Поэтому дай Бог, чтобы мы помнили о нашей истории, о наших особенно святынях, и мы нуждаемся, как и каждый, наверное, российский гражданин, конечно, хранить свою веру, хранить свои культуры, свои традиционные ценности. И нам, конечно, не хватает почитания той иконы, той святыни, которая всегда была каким-то таким знаменем для Ярославля. Наверное, будет сказано о том, что юрская икона была для Рыбецка такой же, как Тулская для Ярославля. Поэтому спасибо всем, кто принимал участие в издании этой книги, Виталю Владимировичу, автору, редактору и всем, кто принимал. И помощи Божьей и сегодня, и всегда. И хочу еще раз всех пригласить, особенно священников, которые руководят приходами. У нас традиционно становится крестный ход в неделю всех русских святых с Казанской иконой Божьей Матери. Я думаю, что с этого года мы будем этот крестный ход совершать и с Юрской иконой Божьей Матери. Всех вас праздником! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok говоря, настоятеля пустыни перевели уже в чесание архимандрита, внедрять то же самое в Толго. А потом в Нилову пустынь на селе Герия. Ну вот кто-то, что в Нилову пустынь, что такое Толго, опять же, знают все, Югская пустынь. Увы, вот когда никого-то нет на виду, то потихонечку изображение начинает теряться, исчезать. И то же самое смотришь на фотографии. Ну да, монастырей вроде много, все красивые все. Начинаешь считать этажи, я понимаю, что башня до шестиэтажный дом. А собор размером, ну в общем, практически с наш Рыбинский собор, очень напоминал Казанский. Собор Казанский в Ярославле, но более ранний. И оба нести, почему он напоминал, потому что он скопирован из собора Саворского монастыря. Среди настоятелей пустыни были интереснейшие люди. Например, игумен Варфоломей около 30 лет переписывался со свидетелем Феофаном Затворником. Причем, знаете, начиналось с того, что будущий святитель, еще послушник, еще даже не принявший монашеский постриг, шлет ему свои поклоны, ему и еще Казначею. Казначею Олимпии он тоже постоянно его приписывал. И в общем, начинал с поклонов, а уже кончал архипастерским благословением. Поскольку, ну, через 30 лет он был уже епископом. При этом судьбы были очень травматичные. Тот же игумен Варфоломей, его дважды пытались переместить один раз в Киево-Печерскую лавру, настоятель, а другой раз на Соловке. И он в два раза отказывался. Причем в последнем случае это вызвало чуть ли не судебное разбирательство всей людей и так далее и тому подобное. И множество у него проблем. Он имел неосторожно сначала согласиться, а потом все-таки отказаться. А сменил его после его кончины. И не менее интересный человек, хотя, ну, может быть, знаете, это немножко из другого, как говорится, измерения. Его вторая была жизнь, точнее, по хронологии, наверное, первая. Я некоторое время назад в Верной Слободе писал статью «Две жизни архимандрета Поликарпа Тугаринова». Он был начальником миссии в Китале на протяжении, причем одной из самых успешных миссий, которая выполняла не только духовные функции, и они, кстати, были достаточно ограничены. Просто Киевская прелесть осмотрела, что вот православием занимались исключительно вот с рядом албазинцев, так называемых, подонков, бывших казаков, перешедших на китайскую службу, кажется, после взятия в плен. Но зато они еще выполняли должность посольства, должность торгового представительства, должность, наверное, где-то и разведки. Потому что, ну, Китай был абсолютно закрылой страной, в которой, правда, англичане уже проникли, о чем он пишет. И вот они и писали отчеты, устанавливали какие-то контакты, вели сложнейшую дипломатию, наградили несколькими орденами. Он вернулся после миссии в Россию. Ему предложили стать настоятелем Донского монастыря в Москве, он отказался, им предложили статус векаренного архиерея, он отказался и попросился, а можно пожить в Трофеевой югской пустыне. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы придумали много вариантов И мне кажется, что получилось в итоге очень теплое, очень красивое, хорошее решение И Елена, и Ирина, они у нас большие молодцы Также я хочу поблагодарить редактора, литературного и корректора Ольгу Хробыстову Ну и тех людей, которые не принимали непосредственного участия в создании макета, но которые нам помогали Кто провел фотосъемку, кто-то помог с поиском иллюстрации, предоставив их своего архива В частности, вот я вижу здесь и Владимира Фролова, ему большое спасибо Я вижу, он там был на заднем ряду Алексей Орлеанский, тоже Алексей, спасибо тебе За поддержку, за помощь в издании этой книги Ну и еще такая благодарность, адресованная далеко за пределы нашего города Олегу Чухонцеву Это, как вы думаете, известный русский поэт Лауреата государственной премии и национальной премии поэт Может быть, один из самых крупных ныне живущих авторов Он в свое время, лет 30 назад, написал совершенно фантастическое, очень красивое, глубокое, такое эпическое по размеру и по масштабу стихотворение о монастырях, которые были затоплены водой Мривинского водохранилища Вот там есть и упоминание, и перебор И вот это стихотворение автор, ныне слава богу, здравствующий, любезно разрешил нам разместить в этой книге Это стало такой, мне кажется, очень изысканной вишенкой вот на торте этого издания Всем еще раз большое спасибо Сейчас я с огромным удовольствием передаю слово хору, пожалуйста Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok